Что-то хорошее под серебряным дождем В Новгороде И особенно по четвергам приятно приветствовать Латвию Которая к нам присоединяется Здравствуйте, в эфире что-то хорошее Мария Армаса, Алекс Дубас И сегодня у нас концерт И я бы назвал это Такой саундтрек К городу Такой к вечерней урбанистике, что ли, наверное Да? Да, я бы с тобой согласилась Мы устроим перекличку Перекличку городов Где и при каких обстоятельствах вы слушаете Наш концерт, а у нас, да, концерт У нас в гостях Тим Аминов, Тим, привет Здравствуйте Здравствуйте, Алекс, здравствуйте, Мария Мы вот сейчас тут чекались, немножко все вмыли Но уже все нормально Не все знали, что значит чекаться Чекались, а не чекались Как многие подумали Мы чекались, саундчек делали Привет, ребята Говорю я музыкантам Тим не один здесь в компании симпатичных ребят Могу представить, кстати, ребят А вот сначала Мы послушаем музыку Предлагаю А, кстати, вопрос тогда уж слушателям Вот сейчас будут играть музыканты Вы их не видите Только исключительно представляете, как это может быть Ну напишите, как вы это представляете А мы вот сейчас попробуем потом представиться Да, и сравнить Сразу скажу Плюс семь девятьсот три Семь девять семь шесть три 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 Для смс-сообщений Для Латвии отдельно Плюс семь Код России Слушайте, это музыка Вашего города Точнее, вашего ритма В этом вечернем городе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Браво, аплодируем, мы смотрим А также, слушатели из наших городов, заметьте, как изменился, вы же не видите, вы только слышите, и поэтому многие ожидали, у тебя же брутальный голос, Тим, и вдруг такой нежный вокал, да, да. Давайте расскажем тогда. Как изменился голос фронтмена. Да. Со мной сегодня пришли очень классные ребята. Давайте по порядку начнем. По порядку, как они сидят ко мне Но слушатели не видят, ладно Павел Додонов Экспериментальный гитарист Очень крутой музыкант Я все его сподвигаю Чтобы он больше выступал сольно Потому что он делает очень крутые перформансы С гитарой, разбивает их И издает всякие разные звуки В общем, Паша очень крутой гитарист Но многие знали Павла, очевидно, как гитариста Который с Дельфином сотрудничает Да, да, какое-то время долго сотрудничал с Дельфином Ты часто вспоминаешь своего бывшего? Я думала, ты скажешь Ты часто называешь его Дельфином Сейчас называешь своего бывшего Дельфина Седрик Гассайда Вот, собственно, вокал Седрика мы сейчас слышали Вот этот прекрасный вокал Седрика Я даже могу так сказать Это вокалист из Канады Имеющий французские, как я знаю, корни Африканские корни Неожиданно, да Неожиданно, да Но если кто не понял Это темнокожий парень Наш друг Седрик со мной записал несколько треков В общем-то, клип «Орфеус», который видели многие Он состоит из двух треков «Орфеус» и «Вредика» В общем, Седрик поет в этих двух треках У него очень крутой голос Мне он очень нравится Василиса Привет, Василиса Да, Василиса, мы с ней познакомились, когда я был, по-моему, лет 17 Она тогда еще училась в Беркли, кстати говоря Представляете? Это кузница вокальных кадров из Соединенных Штатов Вот И у Васи очень классный голос Она очень может по-разному петь Ее голос, он настолько хорошо ложится в музыку, что Вот это грех, мне кажется Не использовать такой голос Вот и нам сообщение Серьезно? Это наша группа? Я сейчас просто в шоке Бросил работу и как завороженный строчу это сообщение Это просто супер, Зоя Ну вот, видите, вот такая история Вот так вот Это очень приятно, кстати, говорить Да, и несколько слов о себе, Тим Я музыкант, композитор В общем-то, достаточно уже давно занимаюсь музыкой И какое-то время назад у меня был проект, который назывался Unbreaking Но уже года три я занимаюсь сольно Своим проектом, который называется, в общем-то, Тим Аминов, как и меня зовут Вот Я стараюсь смешивать музыку с визуальным искусством Стараюсь сделать это интересно Твои клипы стали легендой, это правда Спасибо, Алекс Это приятно Слушай, это эпохально сейчас прозвучало Твои клипы стали легендой Нет, ну это правда Смотри, как попадают слушатели Как попадают музыканты в эфир в нашей радиостанции Ну, это редакторская работа Смотрите, к нам просится тот или тот А вот этот на волне, давайте его позовем Но так или иначе происходит целое совещание Отбор далеко не все до нас доходят И мы об этом ни разу не пожалели Некоторые доходят И мы пару раз жалели Было такое, да? Да, конечно Но вот когда показали твои клипы Это просто, ну, бомба Это круто, это красиво Это невероятно Это завораживаю Я надеюсь, что в скором времени Все-таки у меня есть такое желание Чтобы клипы, они как бы шли вровень с музыкой И чтобы люди говорили, что так Что ну и музыка легенда И клип легенда Вот это моя задача максимума Хорошо, ну для этого и существует радио У нас же нет телека Мы даже камеры отключили, видите Не транслируем Следующая песня, кто там будет петь? Следующую песню буду петь я Это недавняя моя работа Которая называется Венена И клип, кстати говоря На этот трек выйдет Через, ну, через какое-то время Через неделю Мы вот сейчас как раз делаем премьеру И пока до конца не определились даты Но, в общем-то Ждите, подписывайтесь Везде, смотрите за новостями И обязательно его увидите первыми Слушатели, где и при каких обстоятельствах Вы слушаете сейчас этот концерт И наше радио Нашу радиостанцию Пишите Плюс 7 903-797-6333 И на эти же цифры Пишите в WhatsApp Город, место, поселок городского типа Страна Спутник Не знаю, где вы слушаете Координата Разный Или скворечник Да Сукла в воду Это было интересно сейчас Ну что, поиграем? Давай Специально для Слебиного дождя Мы, на самом деле, Все это сегодня сделали Весь этот такой полуакустический Полуэлектронный лайф И трек называется Венена Что в переводе с испанского Яд Я потом расскажу после этого трека Почему это называется яд Я знаю, я знаю, я found my way Я знаю, я знаю, я found my way Вы, я знаю, я знаю, я found my way Вы, в результате моей боли Вы, в любом случае за переш ils Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, нет, это полезная штука во всех отношениях. Я попробую. Спасибо, ребята. Значит, что происходит сейчас в мире? Google Map мы смотрим со спутника. Звучит твоя музыка. Кстати, я, знаешь, перед этим скажу, раз сегодня нас слушают в Латвии, клип на эту композицию сделал латвийский парень, насколько я понимаю, да? Это Андрей Гавриш. Андрей Гавриш. Привет, Андрей. Да. Почему из Латвии? Это парень из Риги, латвийский режиссер. Мы вот как-то случайно с ним... Ну, как случайно, это все плюс-минус одна и та же тусовка, и свела нас с ним судьба, и мы решили сделать такую видеоработу. А что за тусовка? Расскажи, кто твои? Режиссер, который делал клип на предыдущие мои несколько треков, это Ладо Кватани. Мы с ним делали вот эту очень сложную работу, которая называется «Орфеус». И когда я попросил Ладо, я говорю, слушай, ну, может, с ним еще что-то? И в этот момент я понял, что, ну, мы с ним достаточно близкие друзья, но я понял, что за этот год мы немножко подустали друг от друга, мне кажется. Ну да, бывает. Ну, в смысле, по-человечески. Это нормально совершенно. И ты решил завязать с Грузии и начал в Латвии? Нет, ну, и он так говорит о том, что, слушай, ну вот есть классный режиссер Андже, и ты не хочешь с ним поработать? Я говорю, ну почему нет? Давай попробуем. В общем, он меня передал в надежные руки, вот, в плане режиссура. Не знаю, служит ли нас сейчас Андже, но в Латвии мы вещаем с Вейки Андже. Предал ему привет. Кстати, мне сказал передать вам привет Андреуид. А, старый добрый Андреуид. Это яичко. Это пасхалочка? Он сказал, чтобы вот было с нами. Да, наш второй добрый друг Андреуид. Под эту музыку, пишет нам человек из Москвы, я представляю, как моя начальница раздевается. О, это не плохо. Да, вокалист, наверное, похож на Мика Джаггера. Вы уточните, в каком временном отрезке? Ну да, да, знаешь, он был похож на его сепресли. Хочется спросить, в лучшие или в худшие годы там, знаешь? Так, что еще? Я тебе нашла твою целевую аудиторию на нашем смс-портале. Это девушки, которые лежат в ванной. Это красиво, да. Лежу в ванной. Ну, это надо девочек, чтобы читала. Тут много девушек из ванной. Я Кэти прочитаю в Приднестровье. Я лежу в ванной, отличная музыка заходит. Спасибо. А я лежу в ванной с зеленой маской на лице и кайфую от прекрасной музыки Диана. So hot. Музыка для ванной. Мне кажется, неплохо, да? Неплохо, неплохо, да. Я предлагаю продавцам ванной их... Подзвучить. Да, да, подзвучить просто моими треками. Подзвучить вашу ванную. Но нас слушают и парни, например, в Витебске, в Белоруссии. Его зовут Александр. Он собирает мебель в мастерской и просто говорит, наслаждаюсь вашей музыкой. Ой, спасибо. В Вологде пробки, говорят, фантастические пробки. Представляешь, в Вологде где ужасные пробки? Непонятно. Мы тут стоим в нереальных пробках, пишет Вологда. Слушаю вас из Германии. В данный момент гуляю в лесу с собаками. Ой, я даже представила сразу три таких охотничьих, худых, знаешь, вот... А я сразу представил клип себе, кстати говоря. Кого? Ну, сразу представил видео, где большие такие доги ходят по лесу. Нет, это три маленьких шпица. Они все вместились на одной руке. Слушай, ты сейчас, у тебя же бигли. Какие шпицы, в конце концов? Ну, каждый представляет по силу своих внутренних, субъективных настроений. В общем, в Германии собаке очень хорошо и очень нравится. Так, провокационный вопрос, провокационный вопрос, песни... А, сейчас, 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 сейчас. Ты про язык. Группа, поющая по-русски, износить сразу в красную книгу, как исчезающий вид. Я недавно читал интервью Игоря Григорьева, бывший редактор ОМА, и он известен, наверное, как... Ну, и музыкант сейчас. Сейчас музыкант, да, и ты знаешь, наверное, о ком я говорю. И, наверное, судя по тебе, тоже ты целевая... Возраст твой, ты, наверное, читал в детстве ОМА, Птюч, ну, это... Ну, я застал это. Дружба с тем же воином, да. И он, конечно, такой, безусловный авторитет был, по идее, для ребят вашего поколения. И вот сейчас, конечно, вот огнем и мечом вот в этом большом интервью и про, условно говоря, Помпею, Тесла Бой, вот музыкант твоего поколения, исполняющий песни на английском, и, ну, в общем, ворчит старик. Я могу долго на эту тему рассуждать. Мне кажется, вообще, язык, язык, он не должен быть каким-то предметом спора, потому что захотел, написал трек на английском, захотел, написал трек на русском, но какая разница? Я очень люблю русскую поэзию, например, и мне нравятся русские поэты. Мне хочется писать музыку, треки на русском. Также мне очень близка музыка на английском, и я всю жизнь слушаю музыку на английском, и мне... Я, в принципе, думаю треками на английском, вот. Поэтому не должно исключать другое. Какая... Зачем себя ограничивать? Я не очень понимаю. Это моя такая вот позиция. Самый популярный русский музыкант, который поет на английском, с твоей точки зрения, это кто в России? Ну, мне кажется, это Антон Беляев. Термейт. Да, да. Только хотел сказать, ты слабой не называй, после того, как ты сказала Антона. Ну, и ты слабой, да. Два Антона, мне кажется. Вот они... Ещё группа какая-то старая была такая, которая... Как она там... Юля, вот моя жена, она всегда её... Когда кто-то кряхтит, она её изобретает, поёт. Как это... Русская группа, старая, на английском языке? Ну, подожди. У вокалиста этой группы ещё была песня «Белый пепел». Вот кто это поёт? А, Москва Коня. Москва Коня. А, это Паргурькова. Да ладно, Паргурькова что? Серьёзно? Ну, вот. Такая молоденькая Паргурькова знает. Просто странно очень. Я много музыки знаю. Увы, но Паргурькова я знаю. Она не прошла мимо. Так, у нас есть три минуты до рекламы. Я не знаю, какая песня изготовлена следующая. Нет, нет, не имеет смысла сейчас начинать песню. Хорошо, тогда, да. Так. Я пеку ароматнейшую тыквенную ковришку, пишет Настя из Рязани. Жду любимого. Ну, вообще, какое-то такое всё супер-романтичное. Блин, я так есть хочу. Сижу в Череповце один. Юля, ты ковришки не делаешь? Юля делает классные ковришки. Всё делает. В Череповце, говорю, один сижу, пишет Александр. Один, вдали от семьи. Сообщение про чью-то раздевающуюся начальницу возбудило воображение. Слушайте, может быть, мы после перерыва сделаем трек специально для одиноких. Начальниц? Ну, вот кто сейчас, да, один, вдали от семьи. Вы бы, знаете, смотрите, ребят, у нас, мы выдохнем, у нас будет такой, мы кофе, там, заварим чай. Потом вернёмся, наверняка, судя по всему, у ребят будет опять какая-то нежная, проникновенная песня. А вы за это время, ну, у вас будет минут три, потушите свет. Достаньте свечи. Налейте воды в ванную. Икеевские. Те, кто ещё не в ванной, да, да. И будете слушать. А мы как бы с вами, мы вот те самые незримые наблюдатели со свечой. И исполнители, которые дают вам настроение. Я подумала, что эротическое шоу могло бы называться «Почему вы ещё не в ванной вечерней». И голос Мари подходит. Мне так нравится, что у нас тема, вот она какая-то вся очень такая интимная. Мне кажется, это прекрасно. Сразу мы становимся как-то ближе друг к другу. Готовлю, вот кому-то хорошо, правда, в Сургуте. Это минус. Готовлю рыбу, пью белое сухое вино и жду девушку. Интересный звук Владимира Сургута. И не могу не прочитать... Владимир, вы хорошо, я надеюсь, готовите. Девушка будет рада. Не могу не прочитать Павла из «Апатитов». Я катаю начальника по территории фабрики. Отличный саундтрек для этого индустриального пейзажа. Простите. Ну вот смотрите, как музыка ложится и на индустриальный пейзаж. На начальников, я бы сказала. И на начальниц. У тебя музыка для боссов? Я не думал об этом, Мария, но почему нет? Я за. Чем занимается вот эта девушка, интересно? Москва. Я из Москвы и только что проснулась. Мой день начался с вас. Спасибо за приятное пробуждение. 19.29, 19.30 практически. Я завидую этой девушке. Ну, мне кажется, это ночная работа. Может, она из метро работает. Знаешь, я не знаю. Мало ли что, там, знаешь, контролер какой-нибудь. Вот сразу видно, что ты не знаешь, во сколько метро закрывается. Почему? Знаешь, во сколько метро закрывается. Знаешь, во второго. Это ночная профессия. Ну, хорошо, да, окей. Мы продолжим тогда через несколько минут. У нас Тима Аминов. А вы пока свечи, помните, да, свечи, вино. Вот это все. Да, и потом продолжим наш концерт. Тима Аминов и его друзья-музыканты. Мы с вами, в общем. Что-то хорошее под серебряным дождем. И у нас в студии концерт Тима Аминова. Тима Аминова с музыкантами. Вы пишите, при каких обстоятельствах, где вы нас сейчас слушаете, что с вами происходит. Плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три, три. И вы таким образом, мы вот прощупываем пульс нашей планеты. Это музыка для урбанистов, саундтрек к вашему вечеру, к вашим пробкам. И параллельно у нас развивается, так вышла тема начальницы в эротических каких-то мечтах наших слушателей и слушателей. У тебя была когда-нибудь начальница? Нет. Начальники были. В смысле, у меня были начальники, я никогда не подчинялся женщине. Опасно. Вообще вопрос, у тебя была когда-нибудь начальница? Он звучит даже не двояко, а трояко, как мне кажется. Во всех смыслах этого слова. Еду на автобусе домой, пишет Вика. Непонятно какой город, надеюсь успеть на вино с сыром. Кстати, вот невероятно крутой концерт. И спасибо за вечер, мои радиодрузья. А концерт у нас, правда, клевый, поэтому давайте его продолжим. Тим, о чем представь следующую песню? Следующая песня называется «Вэйл», в переводе «Кит». Такая морская песня с народными наклонностями. Вот это вот, да, надо пояснить потом. Давай послушаем поясню. Пока слышу-послушать, а потом я расскажу. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо, спасибо. Что за история и почему здесь народные штуки? Эту песню на моем релизе, который называется «Момент», исполняет француженка с индийскими корнями по имени Дарлини. Она такой больше народный исполнитель. Французских или индийских песен? У нее очень смешно. Это смесь таких африканских, индийских и вот что-то такое. Во времена Игоря Григорьева это называлось этномузыка. Ну, кстати, хорошая, да, этномузыка. В общем, Тимоминов делает этномузыку. В общем-то, вот и все. И история про кита. Да, в общем-то, история про то, что каждый человек не понимает, что чувствует то или иное другое создание. Понятное дело, мы не понимаем, что чувствует другой человек, но что чувствует кит, когда он находится, например, там километр под водой, никто не знает. Это его история. Только группа «Наутилус». Давайте они поговорим. У меня, смотри, Алекс, работает частично в WhatsApp, я только могу первые кусочки сообщений прочитать, а дальше просто ничего не могу открыть. Давай все-таки доводи дела до конца. Ну, подожди. А вдруг там самое главное во второй части подумай, Мария. Невозможно открыть, понимаешь? Вот я шью сумки, и я заинтригована, но на этом не могу просто открыть сообщение. Еду на занятия по аргентинскому тангу, пишет нам Анастасия. Слушаю вашу музыку и наслаждаюсь. Вот как красиво. Открылась. Сейчас начнется, Тим. Берегись. Это WhatsApp. Я делаю ватные комочки, а потом засовываю их в пробирку с водой, а потом я заселяю туда муравьев. Я слушаю вас. Тима никогда не слышал. Это хорошая музыка. Роман из Москвы. О, это так абстрактно и так классно. Под твою музыку заселяются муравьи. Было ли вообще какое-то такое? Я ночью смотрел BBC фильм про плесень. И вот мне почему-то... Уже что тебе пишет разум? Почему-то вот про что-то куда-то заселяется, я уже был такой сонный, и вот эта плесень, что она нас окружает, и черная плесень, она очень опасная. Нет, ну плесень молодец. Там же говорили про это. Ну это же пенициллин. В целом да, но она как и опасная, так и лечит людей. Как, в общем-то, любой яд, мне кажется. Опять вернемся к яду. Как и все существующее. Как и все существующее. Не знаю насчет яду, но вот человек сейчас сидит, Алексей его зовут, и он вбивает показания коммунальных счетчиков в приложении госуслуги. Ненавижу это делать. Госуслуги. Вот ненавижу это делать. Алексей, я сочувствую вам. Я тоже. И так мы выяснили, что твоя целевая аудитория женщины, которые лежат в ванной, женщины-начальницы и женщины, которые мечтают о ванной. Женщины. Так, ну, как это ни странно. Женщины-таксисты. Например, просто еду в такси, пишут нам Николай Нижегородский и таксисты. Женщины-таксисты. У нас есть, кстати, очень классная подруга, женщина-таксист. А ты ее таксист или таксистка? Редактор или редакторка? Не, ну, редакторка, это как-то очень странно. Феминитивно. Таксист почему-то. Можно женского рода сказать таксистка? Не знаю. Можно, потому что нужны феминитивы русскому языку. И на чем она? И не русский поезд, видишь? На чем она ездит? Она ездила на каком-то стареньком Opel, и мы с ней познакомились, когда вызвали из какого-то, одного из агрегаторов вот этих такси. И мне она сразу понравилась, потому что она сказала, ну что, ребят, по хулиганям? И проехала под закрывающийся шлагбаум аэропорта. Это было так круто, я ее сразу зауважал почему-то. Молодая девчонка. Она девчонка, она 50-летняя девчонка. Девчонка. Надежда, если вы нас слышите сейчас, привет вам. Елена из Краснодара. Нахожусь в Кубанской станице, там зацвел шафран, я занимаюсь его заготовкой. Это монотонный труд, но музыка прекрасна. Ну, все равно красиво. Наши слушательницы, мы играли для девочки, которая готовит шафран, можно сказать, и сегодня вечером. Это очень прям поэтично. Продолжим концерт? Давайте. Тут у нас как раз пять минут до перерыва. Трек, который называется Орфеус, в общем-то, с одноименного релиза и одноименного клипа на этот трек. Давайте играть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Что-то хорошее под серебряным дождем Мальчик Антон в Краснодаре под вашу музыку занимался йогой и будет продолжать. У нас еще одна песня. Вот так вот. Такие мы полезные и созидательные. Антон, молодец. Я вот никак йогой не могу заняться. Что-то у меня не идет к ней душа. Зато другими видами спорта люблю заниматься. Вообще огромное сообщение в WhatsApp. Извините, что не могу много чего открыть. За гончарным кругом тебя слушают. По первой строчке. Как интересно. То есть прям человек за гончарным кругом? Да, сижу за гончарным кругом. Это слушатель мужского рода. Классно. Я посмотрела на аватарку. Делаю украшения для женщин. Не могу тоже дальше посмотреть подробности. Но смотри, какой круг совершенно разный. Весь вечер мотаюсь на машине. И из выкоса, кажется, пишет. Такая романтическая наклонность. Поступаете где-то? Хотите, расскажу честно, что это наш первый живой концерт в таком составе, в принципе. И первый мой лайф, как Тим Аминов, в общем-то. До этого это был другой проект. Серьезно? Да, так что по чинам. Это вообще-то первый, блин, никому совсем. Спасибо, спасибо. Когда ты будешь выступать где-то на Уэмбле, скажи, спасибо радиостанции «Серебряный дождь». Я могу вам и так сказать спасибо, потому что я отчасти рос на радио «Серебряный дождь», потому что я по ночам слушал еще Рихтеров, когда он был. И, в общем-то, вы очень близкая станция для меня. Это приятно, что как-то свои люди собираются в руку. Делаем с пластилином, с дочерью, всякие штуки из пластилина под твою музыку. Вообще креативно вам много. Да, творчески. Это классно, кстати. Даже в ванной лежать со свечами, это такая романтическая и творческая история, мне кажется. Да-да-да, красиво. Все было красиво сегодня. Этот дождливый прохладный вечер, ну, по крайней мере, такой он в Москве, и эти пробки, мы, кажется, все совместно скрасили. Да? Спасибо вам, ребят. Спасибо, Тим Аминов, спасибо, Василиса, Седрик. Спрашивали, как еще раз повторить имя вокалиста. Седрик Гасайда. Я из Канады, спасибо, Павел, спасибо, Тим. Мария, тебе тоже спасибо. И Алекс тебе тоже. Алекс, спасибо. Пока, да, упримножится ваше племя, благих ночей вам передачу к добрым дням. Что это за письма? Обнимаю всех, ребята. Эта песня называется One on Survivor, на которой есть одноименный клип, который вы можете посмотреть везде, где захотите. В ванной, например, тоже. Давайте слушать, там поет такой брестольский вокалист, которого зовут Пит Джозеф. One on Survivor Of fanatical and overcooked love Emotion, it is brighter Since you entered as the jewel in the treasure trove When do we start talking again? Mission we on When do we stop the fire and brimstone Let them in When are the kids? No longer kids When do we give our love to this? When do we glow the heat right now? Back together from the bits The problems that battle in the你在 Shall we even begin with the proposition? The fact is that this content образ Speaks Then WE also have to In the happiness That makes noise And that makes noise Thank you Amis That's The fact is That's where it is All the things that we should Let's Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...